здравствуйте приветствую вас на канале евгена роста и специально для век мы продолжаем изучать fusion 360 в прошлые разы мы создали с вами стол создали стаканчик для карандаша и модель карандаша в этот раз мы все это разместим на столе и сделаем рендер поехали получается что в папке со своим проектом стола стаканчик и поместил все проекты в одной папке и теперь просто кликаю правой клавишей по тому по модели той которыми необходимо и нажимаю insert to current design мы видим такую превьюшку нам остается только правильно все это спозиционировать ну скажем так разместить так как мы хотим это видеть на поверхности стола давайте на виде сверху перейдем посмотрим будет это где-то вот так стоять хорошо нажмем окей и вот поместили наш таканчик какой-то на поверхности стола мы видим здесь в браузере такой значок цепочки это означает что это такой связанный компонент означает что если мы перейдем к редактированию данного компонента отдельно сохраним его то все изменения автоматически отобразятся вот вот уже в окружении этого стола уже вот в проекте стол то есть и например если мы хотим продолжить редактирование и изменение этой модели как отдельную ветку нам необходимо кликнуть правой клавишей мыши здесь и нажать break link и соответственно все чтобы мы мы не будем делать этой моделью обрезать ее редактировать менять форму она никаким образом не будет влиять на вот нашу базовую модель которую мы погрузили этот проект ну мы редактировать ничего не собираемся поэтому оставим все как есть теперь нам необходимо поместить несколько карандашей также нажим правой клавишей мыши по карандашу и нажмем insert to current design также наблюдаем карандаш появившийся и давайте некоторым образом его как-то вот так вот аккуратненько спозиционируем перейдем на вид сверху и за этот ползночек перетащим вот сюда вот чтобы это было немножечко поточнее сделаем это так вот хорошо нажмем ok вот такой первый карандаш к у нас вами здесь поместился а теперь просто нажмем правой клавишей мыши в браузере по карандаш ку нашему и нажмем операцию мы ван копия поставим в диалоговом окне галочку create копия и нажмем окей на не токи по каран нажимать вот создалась уже автоматически копия давайте мы так развернем в другую сторону и повернем как там ну вот так например не попробуем все это спозиционировать с этой стороны вот так на виде спереди вот так необходимо подвинуть чуть левее и выше вот так смотрим карандаш летает в воздухе но на виде сбоку это будет не очень заметно поэтому мы нажмем с вами на что вот здесь не было пересечении небольшого есть поэтому давайте так чуть-чуть подвинем нажмем окей и также создадим копию с помощью операций мы ван копи еще одного карандаша нашим креет копия и мы можем перетаскивать уже автоматически копию этого тела так процесс такой достаточно творчество нет раз мысли даже можно назвать ее медитативным вот так нужно подвинуть его еще немного вот так хорошо посмотрим на виде сверху пересечения взаимных никаких наших тел практически не наблюдается но за исключением того что нам нужно поднять чуть чуть выше карандашка хорошо у нас получилось с вами вот такая некоторая композиция я предлагаю перейти сейчас в рабочее пространство render и уже при базовых настройках давайте запустим как то вот такой твит например выберем вот такой и запустим локально render как видим у нас получается такая вот достаточно неплохая картинка но у нас в предварительных настройках у нас стоит освещение как будто бы вокруг поэтому я предлагаю остановить все это перейти в сцену settings во первых сделаем давайте фон черного цвета и уберем базовую светимость тел таки сначала до нуля и нажим close мы как будто бы сейчас с вами находимся в абсолютно темном помещении перейдем обратно во вкладку модель вот мы видим что все находится на своих местах когда мы находимся в помещении в таком в котором у нас стоит стол это обычно какое-то замкнутое пространство четыре стены дверь окошко и у нас имеются какие-то локальные источники света поэтому чтобы это было все чуть чуть более реалистично давайте создадим с вами локальный источник света во вкладке create выберем инструмент цилиндр ну и например на поверхности стола ну как то вот так зададим такой цилиндр если мы применим операцию joint он присоединится к столу и к нему применится такая деревянная текстурка давайте мы выберем новое тело и нажимаем ok хорошо перейдем на вид справа и наше тело переместим повыше где-то вот на такое-то расстояние среднем где-то на 1 высоту то есть нас получается 80 и тут 1200 ну получается на где-то вот так вот среднем высота потолка обычного теперь я предлагаю немножечко так повернуть на бок все это спозиционировать представляем как будто бы отсюда бьет луч света и чтобы в этом луче в луче этого прожектора находился наш с вами подставочка с карандашами вот так вот ну пока что на самом деле никакого луча света здесь нету мы не наблюдаем его поэтому переходим опять в рабочее пространство рендер тут не очень все это удобно но я как бы помню что вот в этом месте находится у меня та самая поверхность которой хочу подредактировать либо я на самом деле могу просто добавить светимости нажать close перейти в вкладку appearance здесь есть папочка которая называется ада открываем ее и есть далее папка эмиссив называется и вот уже здесь есть различные материалы которые дают светимость то есть только здесь выбираем мы обязательно не фейс то есть не не тело компонента выбираем фейс то есть поверхность перетаскиваем наш материал вот на эту поверхность и говорим что мы хотим чтобы она излучала свет нажимаем close на самом деле если мы сейчас запустим рендер мы особой разницы не заметим потому что фон хоть и темный но оттуда вот на наши тела которые здесь на сцене представлены падает свет поэтому я предлагаю все таки в настройках сцены в сцен settings убрать brightness до нуля нажмем close и мы видим что у нас такое приглушенное освещение более соответствующее такому пол темном помещению например в темной комнате ну и так например приближаться давайте вот как то вот остановимся вот на таком виде и посмотрим что у нас получится сейчас у нас осуществляется рендер нужно немножечко подождать ну вот мы немножко подождали прошло порядка 50 секунд и мы видим результат такая достаточно симпатичная у нас композиция с вами получилась она была создана буквально в пару кликов это несложно это можно повторить я желаю вам творческих успехов на этом данное видео я заканчиваю ставьте лайки подписывайтесь на канал пока пока пока